Сегодня мы с вами поговорим о некоторых особенностях пробок и гидрозатворов. Также я отвечу на ваш вопрос, почему бывает такая ситуация, что вроде как брожение идет, а затвор молчит. И расскажу, что делать в случаях, когда вы купили ерунду, которую я держу у себя в руках. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделию. Зовут меня Светлана, я билар по образованию, виноградарю, винодел по призванию. С нами все это понятно и доступно. Итак, герои нашей программы. Мы купили такие резиновые пробки, они шли в комплекте с затворами. Ну и сразу рассказываю, в чем их проблема. Смотрите, у нас затвор в пробку входит и выходит. Замечательно выходит. Герметичности никакой нет. И вот потом вы задаете вопрос, а почему? А потому, что здесь свободно проходит воздух. И чем эта ситуация чревата? Когда у нас бурное активное брожение, ну это ерунда. Хотя затвор даже при бурном активном брожении может молчать. Но самая опасная ситуация тогда, когда у нас брожение переходит в медленную стадию. Потому, что все это не герметично. Герметичный смысл гидрозатвора вообще никакой. Мало того, что нет информации для вас, через вот это вот поступает воздух. И ваше вино может испортиться. Пленки, уксусные пленки. Все это идет оттуда. То есть мало того, что эта вещь вам не помогает, она еще и портит ваше вино. И смотрите, рассказываю полную историю. Когда мы это получили, мы заказывали на Ватберес. Увидев, что вот такая вот штука, я, конечно же, написала отзыв. На что мне продавец ответил. Я вам сейчас вот здесь привожу скрин. Ну, суть его понятна, да, что мы самодуры. Да, и абсолютно ничего не понимаем. Ну, смотрите, я вам сейчас покажу, да, проверим, как это в бутыли. Ну, ставим пробку в бутыль. Плотно, да. Наше должно все уплотниться. И входит, и выходит. Замечательно выходит. А потом у нас появляются вопросы. А у меня затвор остановился. А вроде как сусло бродит. А почему? А потому, что пробка и затвор не соответствуют друг другу. У нас есть затворы старого образца, которые мы покупали на Алиэкспресс. Они в эту пробку входят чуть-чуть плотнее, но все равно не плотно. Здесь должна быть герметичность. Я вам потом покажу это на силиконовых пробках. Ну, и сама по себе пробка тоже не держится. Конечно, бывает у нас силиконовый иногда выскакивает, но это бывает крайне-крайне редко. Но сейчас даже без затвора я со всей своей девчачьей любовью пробку туда попробую поставить. И смотрим, что наша пробка делает. Наша пробка, смотрите. Пу-бум. Да, и почти выпрыгнула. Вот. Как видите, чудо не случилось, да? И все равно вот эта штука не герметична. Теперь смотрите, у нас есть затвор старого образца. Когда-то мы покупали его на Алиэкспрессе. И обращаю ваше внимание, смотрите, он толще. То есть все, что надо было сделать этой компании, продавцу, это комплектовать другими затворами. Вот. Он входит достаточно плотно. Так. Теперь у меня еще есть старая силиконовая пробка. Она подрезанная. Она была слишком большая. Мы подрезали ее под более мелкие бутыли. Смотрите, я ставлю сюда вот этот затвор, который меньше. Обратите внимание, он входит туго. И не выходит. Вот. Вот она герметичность. Она должна быть вот такой. А не вот эта вот, простите, порнография. Вместо того, чтобы ответить, простите, мы как бы чуть-чуть косикнули, да? Ну, что нам говорят, что вы самодуры? Понятно, что ни о каком возврате речи нету, да? Ну, и что нам вот с этой, с этим добром делать? Вообще, это корректируется. И я вам сейчас покажу, как. Конечно, нужно искать подходящие затворы. Ну, слушайте, это бред, да? Нам с вами понадобится стрейч-пленка. У меня такая упаковочная. Можно пищевая, она просто будет тоньше. Я широковато отрезала. Значит, мы что делаем? Берем и плотненько наш затвор обкручиваем. Плотненько-плотненько, в хорошую натяжечку. Вот, делаем такие манипуляции. Конечно, все это костыли, да? Ну, что поделать? Факт случился. Понятно, что, опять же, ни о каком возврате и речи нету. Но и пробки нужны. Нужны и сейчас, а не через неделю. Поэтому приходится прибегать к очумелым ручкам. Сколько наматывать, ну, вы же смотрите сами, если надо, отрезали еще кусочек, еще намотали. Все плотненько закрутили. Теперь мы встаем нашу пробку. Смотрите, вот, опять же, сюда тоже вставляем плотненько. Плотненько. И потом, в процессе работы, на всякий случай, да, если мы где-то не уплотнили, если мы что-то сделали не так, на всякий случай, мы проверяем, мы наблюдаем за этим вином, чтобы оно у нас не испортилось. Потому что это наши труды, да, это труды целого года. Испортить вот из-за такой чьей-то недоработки будет не просто обидно, а очень обидно. Теперь касательно того, как эта пробка сидит в бутыле, да, тоже она у нас выпрыгивает. Смотрите, ну, здесь я поменяла, пена было много, поэтому мы ждали, пока пена осядет. Вот, берем сухую пробочку уже с затвором, ставим, там горлышко протерло, чтобы все было хорошо, да, но, конечно же, оно все равно будет выскакивать. И опять же, что мы можем получить впоследствии? Впоследствии мы можем получить порчу вина. Смотрите, чтобы было показательно, я налью водичку в затвор. Ну, пока вроде как вот, вроде как держится, да, но в любой момент она может сделать прыг-прыг. А если мы с вами куда-то уезжаем, то есть силиконовая, ну, крайне редко выпрыгет, а здесь, ну, вот это пока что держится. Ну, как оно будет держаться, вопрос. Значит, чего делаем? Значит, нам с вами на помощь приходит та же стрейч-пленка. Опять-таки плотно, плотно, плотно мы закупориваем, да, и вот так вот горлышко обматываем. Нам может понадобиться, ну, как бы не одна вот эта вот полосочка, а несколько, чтобы хорошенько все это закрепить, и оно у нас никуда не прыгало. Потому что, повторю, еще раз, это может привести к порче нашего продукта. Вот, мне было достаточно. То есть, чтобы заходило и на пробочку, да, и хорошенько по горлышку. И смотрим, пока что у нас затвор работает. В дальнейшем, в дальнейшем видим, допустим, затвор выровнялся. Если есть хоть малейшая плена на поверхности сусла, значит, брожение идет. Все этот момент затвор выровнявшись. Значит, проблема с затвором, проверяем герметичность. Она у нас в двух местах. Вместе соединение пробки с затвором и сама пробка. То есть, как видите, казалось бы, в таких простых вещах, да, в их использовании есть определенные нюансы. Конечно, очень классно вот такие силиконовые пробки. Ну, когда-то их брали на Алиэкспресс. Но они не дешевые, достаточно так неплохо стоили. Сейчас в Алиэкспресс очень долгая доставка, очень проблематичная. Возможно, они есть на Вайлберис, на Азоне. Но как-то не искали их, конечно же, всегда смотришь какие-то более бюджетные варианты. Если вы такие вот вещи видите в офлайн-магазинах, куда вы ножками пришли, то там на месте все просто. Хотя бы, ну, поставьте затвор и проверьте. Вот затворы более старого образца, да, они более плотненько сюда заходят. Если покупаете через интернет, ну, почитайте отзывы, будьте готовы к тому, что все может быть не совсем так. Конечно, очень бы хотелось, чтобы и продавцы, которые вот это комплектуют, и производители этих пробок посмотрели, да, и хотя бы сами попробовали пользоваться тем, что они производят. А не производить шило и говорить, что мы все самодуры, да. Но это я уже размечталась. Вот смотрите, в такой бутыле шикарно пробка сидит, да, вот затвор я уплотнила. А в остальном все замечательно, все хорошо работает. Кстати, заметьте, это затвор старого образца. Потому что у них в комплектах шли совсем прозрачные, но вот даже старого образца они бывают тоже разные по диаметру и по-разному садятся. Все равно мне надо было уплотнять. Но вот, вот этот затвор и пробка, да, видим, все обмотано. Ну, пока бурное ображение, все хорошо идет, все герметично. Но надо будет за этим следить. То есть просто будьте внимательными, будьте бдительными, потому что в первую очередь это в ваших же интересах. Надеюсь, ролик был вам полезен. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку «Еще будет» ссылка на каталог наших сортов винограда и наши контакты. До новых встреч! До новых встреч!